Непорядок с документами может привести к срыву инвестиционного проекта в Костанае стоимостью 15 миллиардов тенге. Причина в земельном споре предпринимателя и местных властей. По строительству мясоперерабатывающего комплекса в областном центре был выдрин участок в 25 гектаров. На 11 из них уже функционирует мясокомбинат, на остальной же площади должны были возвести завод по переработке субпродуктов. Но теперь городской кемат намерен расторгнуть договор с бизнесменом и вернуть половину земли в госсобственность. Что пошло не так, разбирались мои коллеги. Этот мясокомбинат площадью 11 гектаров на окраине Костаная работает пятый месяц. Второй этап проекта предусматривает строительство на 14 гектарах завода для переработки субпродуктов. Из остатков сырья планируют выпускать костную муку, полуфабрикаты и корм для животных. Мы сможем использовать не только свою продукцию, но и принимать продукцию у других производителей. И в радиусе тысячи километров от нас запросто, для того, чтобы избежать неправильной утилизации отходов боинских, всё это будет перерабатываться именно здесь. Но запуск переработки субпродуктов на грани срыва. Землю, которую выделили под расширение производства, могут изъять. Прокуратура выявила нарушения в процессе выдачи участка. Городской Акимат решил в одностороннем порядке расторгнуть договор с предпринимателем. Чтобы исправить ситуацию, в документы нужно внести изменения. Мы подали в суд для признания незаконным. Нужно будет внести в постановление Акимата области изменения. Инвестпроект включит целевое назначение. После этого мы предоставим без опционов. Тем временем для реализации второго этапа проектов всё готово. Генеральный план завода, инвесторы и деньги. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанай. Итоги дня.